МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Телекомпания Город представляет ежедневную программу «Время говорить» обзор наиболее заметных рязанских событий, а также тем, которые дают рязанцам повод для разговоров. Главное на сегодня в кратком изложении. Район с душком жители Дашковой песочни по-прежнему ощущают на себе смрадное дыхание нефтезаводских труб. Что случилось в Дип-клубе? Официальных комментариев по поводу происшествия, в котором якобы серьезно пострадал посетитель заведения, не поступало. Когда же грянет ветер? Кажется, ответы именно на этот вопрос ждут надломленные после бурь стволы и ветви рязанских деревьев. А теперь перейдем к подробностям. Сегодня в Красноярском крае день траура в связи с трагедией на Ачинском нефтезаводе. Напомним, в воскресенье около полуночи там взорвался углеводородный газ. Возник пожар, который тушили несколько часов. В результате, по разным сведениям, погибли от пяти до шести человек. Еще семеро с травмами госпитализированы. Судьба двух, а по другим данным, и трех человек до сих пор неизвестна. А сегодня информагентство передали о пожаре на нефтезаводе в Ленинградской области. По информации МЧС, произошла разгерметизация трубопровода с утечкой и последующим воспламенением водорода. По счастью, обошлось без жертв. Ну и как тут не вспомнить февральский пожар на Рязанском нефтезаводе, который привел в смятение весь город. Кто только тогда не подумал. Что-то вроде сейчас рванет и городу крышка. Ну или что-то напоминающее это. Напомним, тогда запылали цистерны в районе наливной станции на территории РНПК. Главная версия халатных железнодорожников, не уследивших за креплением вагонов. Представители российских железных дорог, кстати, от таких утверждений открещивались. Ну да, от этого веселей-то не становится. Однако наше гигантское нефтяное предприятие тревожит горожан не только своей, образно говоря, вспыльчивостью. Отвратительные запахи, которые накрывают с незавидной периодичностью район Южного промузла и Песочня, вот что похуже будет. Вокруг этого немало толков и возмущений, но ВОЗ, все речи нефтезавод и ныне там дымит, работает, воздух травит. Сегодня мы в очередной раз проверили, как себя чувствует песоченский народ в эти летние денечки. Ответы были разные, но главным образом не очень оптимистичны. Есть запах, а перспектив от него избавиться никаких пока не видно. Пахнет ли сейчас нефтезаводом в Дашковой Песочне? Вы как местный житель, наверное, лучше это знаете. Ну, в данный момент сейчас не очень. А так вообще-то часто бывает пахнет. Ну вот скажем, за последнее время, за последнюю неделю, две недели, был ли запах? Были, были. Были сильные даже. Был выброс, когда в жаркую погоду, был выброс несколько ночей. Было очень, запах сильный, приходилось окна закрывать, дышать было нечем. Вот после этого, после этого выбросов таких не было. Запаха такого не было. Немножко мыли, мыли ночью. Ночью мыли. И в два часа начинается ночью и просто задыхаешься от крови, да, говорят. Это да, это да. Мы подболеем, в больницу ходим без конца. Да, принимают какие-то меры. На завтра назначена встреча актива родителей учеников 25-й Рязанской школы с руководством администрации города. Родители пытаются получить конкретные ответы по ситуации, сложившейся вокруг образовательного учреждения. Напомним, в этом году планируется присоединение 25-й школы к 19-й. У родителей учеников в этой связи возникли многие вопросы. Главным образом волнуются мамы, папы, ребят из 25-й школы. Слияние можно понимать как поглощение считают люди, а терять свою школу и учителей не хочет никто. Сейчас родители сформировали инициативную группу активистов, а также целый пакет вопросов к Рязанскому начальству. Родители хотят получить ответы на эти вопросы как можно быстрее, потому что перспектива оказаться перед фактом и стать обычным статистом, наблюдающим за процессом, не устраивает очень многих. Один из ключевых вопросов, как будет обеспечено питание ребят в столовой 25-й школы, которая явно мала даже для сегодняшнего количества учеников. Если в 25-й придут еще первые и третьи классы, то многим школьникам придется ходить в столовую 19-й, а это через автодорогу с весьма оживленным движением. Есть и другие насущные вопросы, а потому вскоре должна состояться встреча родителей учеников 25-й школы с заместителем Рязанского мэра Ларисой Крахалевой. Сегодня представители инициативной группы родителей сообщили, что встреча планируется на 18 июня. В этой связи в администрацию Рязани родителями направлено коллективное обращение. Тем временем на официальном сайте администрации Рязани появилась информация по поводу предстоящей реформы, однако родители настаивают на встрече, что называется, глаза в глаза. Сообщение о, мягко говоря, неприятном происшествии в ночном заведении Дип-клуб, как это сейчас принято говорить, взорвало интернет, ну, по крайней мере, в его рязанском ареале. Речь идет о якобы имевшем место избиения охранниками клуба 26-летнего рязанца. Сетевую молву в этой связи изучала Оксана Тебенихина. В социальных сетях появилась информация о том, что в ночь с 12 на 13 июня охранники клуба Дип избили двоих молодых людей, среди которых был 26-летний Сергей Емщиков. Судя по содержанию текста, сейчас Сергей находится в коме, и шансы на выздоровление у него пока невелики. Имя второго мужчины, попавшего якобы под горячую руку охранников, не называется. Мы располагаем лишь той информацией, которая была размещена в интернете, а в ней сообщается, что он лишился зрения на один глаз. По словам автора публикации, Сергей закурил на танцполе. Якобы это и стало причиной его проломленного черепа. Охрана вывела мужчину на крыльцо. Что случилось там, неизвестно. Данная статья вызвала большой резонанс среди молодежи и горячие споры в интернет-сообществах. Рязанские полицейские начали проверку по данному делу. Сейчас они изучают видео с камер наблюдения. Для дачи показаний была вызвана охрана ночного клуба. Пока никаких комментариев стражи порядка не дают. По имеющимся у нас на сегодня данным, полиция сейчас все еще изучает материалы камеры видеонаблюдения. Однако о каком-либо криминале, по всей видимости, речи пока не идет. Но других подробностей нет. И еще про начальственные слова и обещания. Валерий Бипкох, руководитель управления благоустройства и дорожного хозяйства Рязани, собрал пресс-конференцию по текущим делам и планам ведомства. Валерия Викторовича, собственно, можно и каждый день интервьюировать. Всегда есть что-то новенькое. Служба такая. Но главным образом акценты расставлялись вокруг благоустройства дворов, зеленых зон и ремонта дорог. Управлением по благоустройству города сейчас ведется работа по ремонту и замене асфальта на улицах Рязани. В список входят в следующие улицы. Циолковского, Семинарская, Юбилейная, Политаева, Сельских строителей, Колхозная, Октябрьская, Пятая линия и еще с десяток других участков. У нас будет отремонтировано в этом году 16 объектов. До 1 ноября все участки должны быть отремонтированы. Также будут реконструированы и тротуары на тех же улицах, которые попали в ремонтный список. Средства на столь масштабную работу уже выделены из городского и областного бюджета. Пешеходные зоны на тех улицах, которые мы перечислили, естественно, пешеходные зоны будут именно там, именно по этим участкам дорог, они будут реконструированы и приведены в то необходимое состояние, которое будет позволять комфортно передвигаться пешеходам. Вспомним состояние дороги на улице Прижелезнодорожной. Наша съемочная группа выезжала туда еще в марте по просьбе людей, которые работают на предприятиях, находящихся в том районе. Каким образом там до сих пор проезжает транспорт, как легковой, так и грузовой вопрос, конечно, риторический. А движение, сказать честно, на Прижелезнодорожной довольно оживленное. В августе 2013 года была направлена инициативная группа жалоба в администрацию города Рязани на неудовлетворительное состояние дорог по улице Прижелезнодорожной и улице Магистральной. Одновременно мы направили копии этих жалоб по управлению по благоустройству города и дорожного хозяйства и в управление ГИБДД России по Рязанской области. Люди здесь зависят от этой дороги, здесь общественный транспорт сюда не ходит. Люди могут добираться только своим транспортом, но на нем это сделать практически невозможно. Наконец, обращения простых людей были услышаны. В этом году на Прижелезнодорожной появится асфальт. Ремонт дорог будет со финансированием областного бюджета – это 204 миллиона рублей, плюс средства городского бюджета – это 25 миллионов рублей. Этим летом администрации города ведется работа по восстановлению и даже полному созданию. С нуля, буквально с пустыря, скверов и парков. Пока еще работы в разгаре, но процесс идет очень активно. В этом году наш город станет зеленее. Да и болевая точка Рязани, а именно дороги, должна стать менее ощутимой. А ну, конечно, стратегические планы всегда дух захватывают. Тем более, надо честно признать, сейчас делается градоначальством в плане благоустройства немало. Но, как говорится, соринка в глазу всегда найдется. Далее в программе мы немного поговорим о причудах июньской погоды. А предшествует этой теме небольшая изрисовка, сделанная Оксаной Тебенихиной после встречи с Валерием Бибко. Как раз по возвращении в редакцию. Это, с позволения сказать, ветка, а точнее добрая половина дерева сейчас держится на честном слове. Территория не огорожена. Под этой махиной ежедневно проходят люди. Ситуация, конечно, не из приятных. Ветка надломилась во время ураганного ветра в праздничные дни. Только вот с того момента прошло аж пять дней, а коряга как висела на заборе, так и продолжает это делать. Обратили ли на нее внимание городские службы или же нам придется ждать трагического инцидента – увидим. Не хотелось бы, конечно, пополнения печальной статистики. Так что, дорогие рязанцы, по возможности обходите дерево стороной. А уж когда у коммунальщиков до него руки дойдут – и вовсе неведомо. И, как было обещано, о предстоящих деньгах с точки зрения синоптиков. Не ударит ли вновь ураган до буря? Удастся ли вскоре полежать на пляжах под июньским солнышком? Вместе со специалистами службы погоды изучала ситуацию Наталья Новикова. Июнь перевалил за свою середину, а на рязанской земле сыро и прохладно. И такая погода сохранится до конца рабочей недели. Причиной такой погоды является влияние северного циклона. Но к выходным, к концу недели, значение температуры воздуха вернется к своим средним многолетним значениям. То есть чуть повысится. Но в ближайшие сутки нас ожидает переменно облачность с небольшими дождями. Для пущей красоты картины возможны грозы и усиление ветра. Ночью плюс 4,9, днем от 13 до 18 градусов тепла. В четверг погода не изменится, а в пятницу вероятность дожди уменьшится. Хотя потеплеет не сильно. Ночью по-прежнему плюс 4,9, а днем плюс 17,22. В субботу температура воздуха поднимется еще на пару градусов. А уже в ночь с воскресенья на понедельник, по предварительным прогнозам синоптиков, очередной циклон вновь подпортит погоду. И последние на сегодня в Рязани успешно идут представления национального цирка Египта. Зрителям по нраву экзотика программы и мастерству артистов своими впечатлениями от первых спектаклей поделилась Ирина Ковалева. Рязанцы уже, наверное, забыли, что такое традиционный цирк. Минимум спецэффектов, максимум мастерства артистов. Именно такое, настоящее представление увидела публика, пришедшая на премьеру программы национальный цирк Египта. Зажигательные номера жонглеров, невероятные трюки воздушной гимнастки под куполом цирка, заметьте, без страховки, и, конечно же, дрессированные животные. Здесь можно было увидеть канадских волков, гигантских крокодилов, змей и невероятно красивых дальневосточных леопардов. Мне больше всего понравились леопарды и волки. Очень хорошо, очень. Вот первый раз, вот я сколько раз ходила в цирк, и мне вот первый раз так все понравилось. Очень хорошее. Мы из Москвы приехали, очень большого уровня выступления, очень-очень понравилось. Конечно же, самой яркой частью программы стало выступление народного артиста Египта, дрессировщика Хамады Кута. Только в его номере можно увидеть уникальных низких львов, которых в мире осталось всего несколько сотен, и большинство из них выращивается в питомнике семьи Кута. Ну а Хамада, продолжатель известной цирковой династии, на арене Рязанского цирка показал чудеса дрессуры. Его команда из семи львов и одного тигра не просто выполняла все требования. Эти опасные животные показали, что они уважают и любят своего учителя. Впрочем, эти чувства взаимны. Всю мощь и красоту этого представления словами не передать. Это действительно нужно увидеть. Прежде чем попрощаться до завтра, представляем вам гостя программы подробностей, которая через пару минут продолжит наш эфир. Итак, в нашей студии сегодня самый настоящий снежный барс, посвященный, знаю, что этим титулом неофициально владеют люди, покорившие самые высокие вершины мира. Денис Урубко, высотный альпинист, мастер спорта международного класса, обладатель мыслимых и немыслимых достижений и призов, первопроходец и автор новых горных маршрутов. Легендарный человек, одним словом. Он, кстати, наполовину Рязань, в том смысле, что жена Дениса родом из нашего города. Так что Рязань для высотного чемпиона еще и город романтической любви. С Денисом Урубко будет сейчас разговаривать Олеся Харлина. А наше время на сегодня закончилось. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин